Привет! Привет! Слушай, я тут такую классную игру нашел, хочешь взглянуть? Конечно хочу, показывай! Небоскреб мечты. Совершенно новая, увлекательная и ни на что не похожая онлайн игра с динамичным сюжетом. Строй новые этажи, устраивай на них самых лучших работников, закупай и продавай продукцию, собирай выручку. Здесь ты сможешь построить самый высокий небоскреб, размещать в нем различные предприятия питания, услуг и развлечений, а затем построить вместе с своими друзьями целый город. За участие в еженедельном турнире по ключам каждый получает приз, а о победителях напишут в новостях и о них узнают абсолютно все. Для общения предусмотрен форум и чат, знакомьтесь, общайтесь, находите новых и интересных друзей. Добавляйте меня в друзья с помощью этого кода, будем развиваться и играть вместе. Игру вы сможете скачать по ссылке в описании, как на iOS, так и на Android. Приятной вам игры! Всем привет и добро пожаловать на мои эксперименты. В этом видео мы узнаем, сможет ли потолстеть симка во время беременности, либо наоборот похудеть. Вообще, насколько я знаю, во время беременности запрещено заниматься спортом. Но я очень надеюсь, что мы найдем какие-нибудь упражнения, которые помогут нам похудеть. Нам понадобится сегодня 4 персонажа, скорее всего, да. Давайте сделаем 4 персонажа. Итак, во-первых, у нас будет полная симка, прям очень-очень-очень. Хотя мышцы можно было бы и не делать. Да, можно, наверное, сделать вот так. Так, теперь мне нужен еще один персонаж, который будет оплодотворять нашу симку. Я сделаю супругами их. Хорошо. Теперь мне нужна худая симка. Я больше не буду называть симов анорексиками, потому что очень много людей возмущалось насчет этой фразы, так что сорян. Но больше у нас нет анорексиков. Теперь у нас дистрофики, либо просто худые персонажи. Наверное, мышцы тоже уберу. И также мне нужен еще один сим, который будет оплодотворять эту симку. Все, я надеюсь, что я все сделал. Мне тут в голову пришла еще одна идея. А как повлияет похудение на самого ребенка? Изменится ли как-то его строение тела из-за этого или нет? Давайте тогда мы сделаем мужиков тоже похожими на своих жен. Чтобы ребенок у нас был похожим на родителей. Но, но если мать сможет похудеть, изменится ли строение ребенка от этого или нет? Мне кажется, это тоже довольно-таки интересный вопрос. Поэтому давайте мы также сделаем и мускулатуру, наверное. Потому что она тоже передается, насколько я помню. Давайте мы сделаем все на максимум. А у них будет у обоих все на минимум. Да, у тебя тоже, к сожалению, чувак. Прости, но как-то так. Отправляемся, ребят, в режим жизни. Ну что, привет, отстойная погода. Как же я под тебе безумно соскучился. Ребят, давайте я куплю сейчас этого доктора Юню. Который исправит нам эту ужасную погоду. Потому что, ну, это не дело. Так, прибор для управления погодой. Давайте мы его купим. Надеюсь, что никто у меня не умрет сейчас. Потому что этот аппарат очень опасный. И кто нас будет вызывать, изменить текущую погоду на безоблачно, пожалуйста. Кстати, раньше, насколько я помню, вот в таких штуках писалось именно солнечно, а не безоблачно. Хотя я могу и ошибаться. И очень круто, что этой штукой можно пользоваться очень много раз. Потому что в Sims 3 и Sims 2 эта штука была ограниченной. То есть там на несколько раз. А здесь прямо можно очень много менять погоду. И это очень круто. И, кажется, у нас получилось всё с первого раза. Да? Да. Прибор управления погодой успешно активировал безоблачное небо. Огромное спасибо этому прибору. И доктору Юню, который сделал его. И прямо сейчас давайте мы отправимся делать ребёнка. У нас тут как раз-таки очень шикарная спальня. И здесь так романтично. Поэтому, ребятки. Отправляйтесь, пожалуйста, зачать ребёнка. А я думаю, что можно одновременно это сделать. Если у нас есть ещё одна кровать. У нас есть ещё одна кровать? Может быть, на третьем этаже? У нас есть джакузи. Давайте в джакузи. Все, отправляйтесь. И надеюсь, что всё будет успешно. Ребятки, давайте, чтобы у нас всё с первого раза пошло. Не надо там по нескольку раз всё делать. Хочу, чтобы было всё с первого раза. Надеюсь, что слово толстопузики мне можно говорить. И это никого не обижает. Очень надеюсь. Так, а где наши? Киви. Киви Бануэллос. Киви Бануэллос и Диглайн Сэн Дэ Бошан. Кстати, у меня много раз спрашивали, где я скачал эти имена. Ребят, я честно не помню, где я мог их найти. Мне кажется, кто-то скинул даже ссылку на этот мод. У меня раньше было всего лишь тысячу имён. А сейчас у меня их целых 50 тысяч. Или 5 тысяч. Я точно не помню. Но, короче, имён очень много. И они очень забавные. Надеюсь, что вы посмотрели ролик, где я показал все виды в уху в The Sims 4. Ну, начиная от The Sims 4, заканчивая временами года. И, ребятки, всё? Готово? Надеюсь, что она беременна. Ну-ка, просыпайся. Давай, вставай. Хватит спать. Я понимаю, что ты устала. Но сейчас ты будешь работать в поте лица. И, да, она беременна. Она беременна. Я думаю, что стоит сделать второй триместр. Я надеюсь, что... Я надеюсь, что во время второго триместра симки могут заниматься спортом. Они ведь могут плавать? Да, они могут плавать. Это очень круто. Они, наверное, могут также играть в баскетбол. Ничего себе. А могут ли они качаться? Вот это, конечно, тот ещё вопрос. Мне нужно будет купить, наверное, сейчас некоторые спортивные штуки, чтобы проверить всё это. Потому что здесь спортзала я не вижу. Давайте мы купим, допустим, вот это. Кстати, у нас же есть ещё скалодром. Давайте мы ещё скалодром купим. Так, скалодром. Где ты? Или его здесь нет? Вот он, скалодром. Кстати, я его очень давно не пользовался. Куда бы его влепить? Хорошо, давайте купим вот сюда. Вот так поставим. И беременны симки могут? Или нет? Да, они даже могут лазить. Охренеть. Серьёзно? Почему? У неё второй триместр, мать вашу. Второй триместр. Её живот просто огромный. Он её огромный не потому, что она полная, а потому, что она беременна. И находится на втором триместре. И как бы вообще спорт должен быть противопоказанным. Ну, наверное, какие-то маленькие нагрузки делать можно. Но чтобы проходить скалодром, это, конечно, очень жёстко. Давайте пройдём скалодром. Мне кажется, что я пользовался скалодромом в последний раз только в обзоре каталога фитнес. Но, ладно. Да, наша симка сегодня худеет. Очень надеюсь, что она сможет это сделать, сможет похудеть. И было бы круто, если бы это отразилось на её ребёнке. Так, ну, наверное, лучше её отправить на беговую дорожку. Потому, что именно беговая дорожка сможет помочь нам максимально эффективно. Поэтому, давай, разминка. Отправляйся на разминку. А ты у нас, киви, сегодня будешь, наоборот, очень много кушать. Чтобы набрать вес. Поэтому, спускайся. Давайте мы наймём специалиста по кейтерингу, чтобы он готовил нам очень много вкусняшек. Итак, так, 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 как его вообще нанять? Чё-то я этого давно не делал. Приготовить, быстро перекусить. А, постойте, а как вызывать специалиста по кейтерингу? Уже так нельзя? Раньше ведь можно было. Сейчас нельзя вызывать специалиста по кейтерингу? Серьёзно? Почему? Так, ладно. Давайте позвоним. Кому-нибудь. Может быть, нам кто-нибудь поможет. Заказать услугу. Прислуга? Нет. Давайте тогда закажем... Дворецкого. Ой, няню. Какую нафиг няню? Нет, нет, няню никакую. Уберите. А, хотя, можно, знаете что? Можно заказать пиццу. Точняк. Давайте закажем пиццу. Давайте закажем побольше пиццы. И тогда наша симка быстрее потолстеет. Но также закажем и Дворецкого. Мы, наверное, впервые сейчас находимся в Нью-Кресте. И он такой пустой, здесь ничего нет. Но всё же Нью-Крест тоже очень красивый город. Он очень похож на продолжение Виллоу Крик. Да, но это отдельный город. И, как мы можем заметить, тут у нас мегаполис. Это, наверное, было намёком на жизнь в городе, скорее всего. А ты куда пошла? Я спрашиваю тебя, куда ты пошла? Играть в шахматы? Нет. Иди, пожалуйста. Бегай. Давай, давай. Иди, пожалуйста, и возьми пиццу, потому что она уже пришла. Давай. А ты, кстати, беременна или нет? Я что-то даже не посмотрел. Она-то у нас не беременна, ребят. Блин. Давай тогда ещё раз. Придётся ещё раз зачать ребёнка, потому что она не беременна. И совсем про неё забыл. Но, ладно. Ладно, ладно. Давайте. Ребятки. Кто-нибудь заберёт пиццу. Кстати, а если не забрать пиццу, что будет? А давайте мы не будем забирать пиццу и посмотрим, что же станет с нашей пиццей. И, кстати, у нас пришёл дворецкий. Неужели к нам пришла молодая симка? Мне обычно приходят пожилые персонажи. Ну, ладно. Давайте мы дворецкий дать задание. Так, так. Зажечь танцпол. Отправиться спать. Приготовить еду. Приготовить еду нужно. И, наверное, прям очень-очень много. А мы не можем второй раз делать. Ладно. Давай быстрей. Чувак, давай быстрей. Хватит играть эти долбаные шахматы. Пускай наш дворецкий готовит. И пиццу нам так и не отдали. А ты беременна? До сих пор занимается в уху. Да, ребят, она беременна. Поэтому давайте сделаем второй триместр. И отправим её кушать. Ладно, ребят, у нас нет времени. Поэтому мы забираем сейчас пиццу. Ну, потому что уже пора её кормить. Вы не пришли забирать свою пиццу. Поэтому я выставил вам счёт. Почему-то девушка говорит о себе в мужском роде. Окей. И вынес пиццу на улицу. Пусть муравьи пируют. Спасибо. Большое вам спасибо. Я вот только к ней подошёл. И она уже кидает нашу пиццу на пол. Ты серьёзно? Ты издеваешься, да? Типа, это нормально? Видеть, что к тебе идёт уже сим. И ты такая берёшь и кидаешь перед ним пиццу на пол. Окей. Хорошо. Так, а можно как-то её отругать? Нет? Нет, нельзя. Окей, давайте мы тогда быстренько возьмём себе в багаж всю пиццу. Потому что мы будем есть её только сами. Взять ломтик. Бери ломтик. И давай, жри просто на славу. Давайте, наверное, ускорю весь процесс, чтобы побыстрее узнать результаты данного эксперимента. Поэтому погнали. Субтитры делал DimaTorzok Не понимаю, каким образом тут падают лучи, если солнца нет. Серьёзно? Солнца весь нет, но лучи всё равно проходят через деревья. А солнце находится где вообще? Его вообще нет на горизонте. Да, его вообще нет. Но при этом Через деревья всё равно проходят лучи. Окей, ладно, хорошо. Бывает. Субтитры делал DimaTorzok О, вы только посмотрите на эту фигуру, ребят. Она реально худеет. Как мы можем заметить, симка на втором триместре может похудеть. Классно, что это добавили, но вот насчёт нашей киви я не знаю. Потому что что-то вообще ничего не заметно. Хотя, возможно, она реально пополнила хотя бы чуть-чуть. Или нет. Вообще непонятно. Ну, давайте буду дальше кормить и посмотрим. Субтитры делал DimaTorzok Пока она ест одну порцию пиццы, блин. Вся пицца уже испортилась. Какого чёрта? Почему Симы так долго едят? Я не понимаю. Очень долго. Она ела просто несколько часов каких-то два маленьких кусочка пиццы. Ты серьёзно? Почему она всё время просто смотрит в пустоту? Она должна кушать, блин, а не смотреть, куда попало. Ребят, во время третьего триместра Симка не может заниматься спортом. Походу, вообще никаким. Хотя, наверное, можно принять Асану. Да, можно Асану принять. Здесь тоже ничего нельзя. А можно на скалодроме что-нибудь делать? На скалодроме тоже нельзя. Но зато во время второго триместра она смогла очень даже хорошо похудеть. А вот наша Киви чё-то вообще, ребят, не толстеет. Я реально не понимаю, почему. Я думаю, что здесь уже стоит закончить с потолстением, потому что... Потому что, ну, мы её уже достаточно откормили. Теперь давайте отправимся в касс, чтобы всё проверить. Мне кажется, она вообще не набрала массу. Хотя, как мы видим, да, она набрала массу. Но что-то это всё слабо так продвигается. Может быть, откормить её намного больше? Как вы думаете, ребят? Давайте, наверное, я ещё её откормлю. Винни Фред. Как мы видим, почти до конца похудела. Но, в принципе, я думаю, что и так пойдёт. А вдруг наша беременная Симка сможет заниматься спортом по телеку? Так, где-то было такое действие. А, нет, мы не можем, к сожалению. Ладно. Ну что, Киви, давай уже дальше кушать. У неё уже третий триместр. Но, надеюсь, что я успею до родов всё это сделать. Но, кстати, её позвоночник до сих пор видно. Поэтому я думал, что она не толстеет. Но это всё из-за того, что у нас нет мышиц. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребят, давайте тогда мы подождём нашу Киви. Потому что, ну, что-то она очень долго у нас толстеет. Лучше прямо сейчас мы сделаем роды для нашей Винифред. Чтобы узнать, влияет ли это как-то на ребёнка. Так, давайте мы сделаем сразу тройню. Фаза беременности, роды и потомство. Нам нужна, нам нужна тройня. Всё. Всё-всё-всё. Это мы убираем, это всё делаем вот так. Что с тобой случилось, я не знаю. Всё. Хватит. Хватит, хватит. Давай, рожай. Так, мне нужна также кроватка. Быстренько. Рожай. Тройняшек. И посмотрим, какие же они у нас будут. Я не буду заходить с ними в КАС, потому что, как мы знаем, там всё сбивается. Мне это не нужно. Поэтому будем взрослеть их в режиме жизни. Так. Феофан. Антуан. И Валенсия. Так, а ты, пожалуйста, приготовь нам торт. Уже кто-то захавал этот торт, хотя он предназначался для тройняшек. Но увы. Так, повзрослеть. Очаровашка. Ну, пока что ничего не понятно. Но, кажется, он не такой уж и полный. Неужели он не будет толстопузиком? Так, где наши остальные детки? Вот они. Прямо здесь в ряд встали. А как... Как проснётся Диглан? Тип, они же заградили ему путь. Он не сможет проснуться, да? Ты сможешь встать? А, он может с другой стороны встать. Блин. Симмы в Sims 4 намного умнее, чем в Sims 3. Потому что, если бы такое было в Sims 3, то Сим бы не стал. Да. Так, кормить из бутылочки. А... А что будет, если с обоих сторон всё загородить? Что тогда будет с Симом? Как вы думаете, ребят? Я думаю, что это можно ставить для отдельного эксперимента. Итак, кормить из бутылочки. Повзрослеть. Очаровашка. И ещё один ребёнок. Давай-ка. Мне нужен ещё один ребёнок. Взрослеем. Прилипчивый. Конечно же, баги, как без них. Наш торт готов. Да, торт готов. Прям очень кстати. Добавить свечи на торт. И давайте будем взрослеть Симов. Ставим торт вот сюда. И надо помочь задуть свечи. Это ты? Да, это Антуан. Всё, смотрим. Будет очень круто, если они реально не будут полными. Холерик. Общение. Но, как мы видим, он полный. Да, он толстопузик. Может быть другие нет. Давайте посмотрим. Добавляйся ещё на торт и помоги, пожалуйста, другим детям загадать желание. Да, конечно же, крылышки. Угу. Наряды, сменить одежду. Иди кушай свой торт, пожалуйста. А ты идёшь или нет? Да, он идёт. С этой маленькой девочкой. И... Она, наверное, тоже толстопузик, да? Просто мне очень интересно, генетика придаётся в момент зачатия или во время беременности. Сейчас мы это краски и узнаем. Как мы видим, она не толстопузик. У неё очень хорошая фигура. И, скорее всего, это благодаря нашим тренировкам. Как вы думаете, ребят? Смотрите, она реально такая, ну, худенькая. Так. А кто захавал торт? Твою ж мать просто. Кто захавал наш торт? Ты не охренел? Как же я ненавижу, когда так делают симы. Готовить. Готовим снова. У нас остался ещё один ребёнок. Итак, давайте посмотрим. Какой же он у нас будет? Весёлый. И общение. Он у нас, ребят, ну, в принципе, тоже не толстопузик. Как мы видим, двое детей у нас, ребят, не толстопузики. Только один ребёнок у нас толстопузик вышел. Так, давайте поставим торт. И надо ещё добавить свечей. Так. Окей. Хорошо. Давайте поставим сюда. Давайте будем дальше их взрослеть, чтобы посмотреть, какие они будут в подростковом возрасте. И... Чё, довольно-таки долго он задувает свечи. Очень долго. Антуан взрослеет. Красавчик Антуан. Как мы видим, он реально полный. И его мышечная масса тоже на максимуме. Давайте тогда добавим ещё свечей на торт, пока его никто не схавал. Боже, добавьте свечей на торт, пожалуйста. Угу. И что же у нас получится? Смотрите, его мышечная масса на максимуме, но при этом он худой. Это означает, что мышцы передались как от мамы, так и от папы. Но при этом вес передался от матери, потому что мать у нас стала худой. И это очень круто. Это реально очень круто. Я думаю, что даже не стоит проверять на киви, потому что и так уже всё понятно. Давайте мы добавим ещё свечей на торт, чтобы посмотреть на нашу Валенсию. То есть, стоит сделать вывод, что генетика передаётся в момент рождения персонажей. То есть, во время родов. Скорее всего. Потому что, ну, по-другому это никак не объяснить. И как мы видим, она тоже у нас не толстопузик, хотя оба родители были толстопузики. В этом эксперименте мы выяснили, что если симка похудеет во время беременности, то её ребёнок может унаследовать уже худое тело. И это, ребят, очень круто. Значит, генетика передаётся во время родов. Также мы выяснили, что симка может похудеть во время беременности. И также может потолстеть. На этом, ребят, я буду заканчивать свой эксперимент. Надеюсь, что вы поставите мне огромный лайк. А также подпишитесь на мой канал. И будете заглядывать в моё сообщество. Включайте колокольчик, подписывайтесь на мой инстаграм. А также скачивайте приложение Небоскрёб Мечты. А с вами был мистер Арманиус. Всем пока.